День добрый, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Сегодня обсуждаем московский экономический форум. Студия у меня Александр Бузгалин, профессор МГУ имени Ломоносова, главный редактор журнала «Альтернативы». Вы можете присоединиться к нашей беседе 65 10 99 и 6. Наш номер телефона, код города 495. Либо на странице нашей программы «Парадокс» на сайте финнам.фм. Добрый день, Александр Владимирович. Добрый день. Пока мы ждем еще одного гостя, мы с вами обсудим, наверное, вообще состояние экономики в России. Потому что, когда я достаточно частенько в разговорах заявляю, что российская экономика на грани краха, и если мы быстро не сделаем какие-то преобразования, то мы столкнемся с жесточайшим кризисом. Обычно начинают люди, не посвященные в экономику, смеяться. Мне бы хотелось от вас услышать, что же происходит сейчас с российской экономикой. На самом деле ситуация действительно предельно сложная. И не только потому, что большая часть доходов бюджета по-прежнему уже появляется за счет сырья, нефти, газа, высоких цен и всего остального. Это банальность. Есть еще несколько проблем, которые мне хотелось бы подчеркнуть. Долгосрочные проблемы. Бизнес по-прежнему так и не стал ориентироваться на инновации, за очень небольшим исключением. По-прежнему главный источник для прибыли это философия попила-отката. То есть это использование средств государственного бюджета, сырьевой ренты и так далее. То есть я правильно понимаю, что основная беда в том, что в системе попил-отката, еще как-то он назывался, распил-откат-занос. Ну, там есть несколько вариантов. Не используются инновации, инновационного распила не происходит. Нет, тут как раз вы абсолютно не правы. Здесь очень много инноваций, читаются очень интересные курсы. Появилась академическая статья одного из моих бывших учеников, защитившего докторскую, причем и за рубежом тоже. Называется бизнес по понятиям, публикация вопроса экономики, нигде-нибудь. Вот эта модель сохраняется, и она приводит к консервации того, что на научном языке называется экстенсивным типом роста, даже не развития. При этом и рост тормозится, похоже, в этом году мы будем около нулевой отметки. Ну, может быть, какая-нибудь статистическая алхимия поможет добавить 1-2%. Все было бы не так плохо, если бы не общая динамика, я бы сказал, за последние 20 лет. Мы все никак не можем выйти за те пределы, которые были квалифицированы как неэффективное, кризисное состояние экономики в 1991 году. Вот Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 1991 года. Объем валового продукта, производства и многих других показателей. За исключением объемов торговли, сферы услуг и по разным оценкам потребления, мы находимся на состоянии вот этого кризисного, социалистического в кавычках, или без 1991 года. Это печально, потому что весь мир ушел очень далеко вперед. Вот, пожалуй, это главное, что хотел бы сказать. А что, на Ваше взгляд, мешает такому развитию? Я имею в виду нормальному развитию. Монетаристская политика властей, чудовищная коррупция, непонимание властью России вообще того, куда должна идти экономика. Что? И интересы господствующих экономических групп. Знаете, есть такой анекдот. Приходит гость на свадьбу, его спрашивают, вам что, пиво, то есть коньяк или водку? И пиво, говорит он, да? То есть еще и это, да. Если говорить чуть более строго. На самом деле, прежде всего, если выражаться языком нового институционализма, то это институциональная ловушка. Существующие правила игры завели в тупик, их смена требует огромных издержек и ресурсов и экономико-политической воли. Если выражаться языком марксизма, то это кризис системы производственных отношений, отношений собственности. Можно предложить еще какие-то варианты. Вы можете для наших радиослушателей расшифровать это более? Да, я вот как раз и хочу это сделать, то есть объяснить на пальцах. Если говорить очень коротко, ключевые ресурсы контролируются так называемыми инсайдерами. То есть те, кто контролирует не столько формально большую часть акций, контрольный пакет акций, сколько теми, кто контролирует информацию, финансовые потоки, принятие решений. Внутри крупных корпоративных структур или даже сетей ограниченный круг людей, которые я не боюсь назвать новой номенклатурой, государственной олигархической номенклатурой. Вот этот круг людей, где-то на грани государственного аппарата и ресурсных, финансовых корпораций, ну немножко еще других, вот он контролирует эти решения. Для них возможность получения крупных денег не связана с стратегическими проектами развития экономики. А нет ли таких групп, которые бы сейчас готовы были как бы разумно инвестировать и направлять движение страны так, чтобы при этом, ну простите, тоже за неприличную рыбку съесть и известно что исполнить. То есть как бы и страна развивалась, да, какой-нибудь серьезный рывок такой, ну я не говорю о сингапурском, но хотя бы нечто подобное, жалкое подобие сингапурского рывка. И они при этом бы получили возможность для роста своих серых, коррумпированных, как угодно их назовите, доходов. Ну на самом деле можно без серых и коррумпированных, а если серыми и коррумпированными как раз сложно. Потому что серые и коррумпированные получаются за счет того, что ресурсы выводятся из обновления капитала. Да, у нас чрезвычайно старое оборудование, больше 20 лет в среднем. А ресурсы выводятся из заработной платы. У нас доля заработной платы гораздо ниже, чем в других странах, доля в валовом продукте. За счет того, что не получают нормальные доходы акционеры предприятий, особенно мелкие акционеры. Вот их всех обворовывают. Ну и плюс еще и бюджет, конечно же, да. А вы не преувеличиваете масштабы коррупции? Потому что каждый раз, когда я задаю вопрос, а можете ли вы как-то ее оценить в числах, выясняете? Вы знаете, я не преувеличиваю масштабы коррупции, потому что это не коррупция. Это определенный тип экономических отношений. Никто взяток не берет. Просто потоки направляются некоторым определенным образом. То есть никто не берет взяток? Нет, ну то есть кто-то берет по мелочи, да, в конвертиках. Но это ерунда. На самом деле система работает так, что происходит контроль за ресурсами. А, собственно, привилегии, которые получают вот эта новая номенклатура, они выражаются не столько конкретно в деньгах, сколько в власти экономической. На пальцах. Вот недавно уже задавал этот вопрос, правда, в телеэфире. Так мне никто не смог ответить конкретно. Считается, что у нас одна из самых коррумпированных в мире система госзакупок, госзаказов. Да? Да. А мы видим, что сейчас, по-моему, журнал Forbes у нас, если мне не изменяет память, составил рейтинг королей госзаказа на первом месте Ротенберге. Правильно? Точнее, Аркадий Ротенберг. Я задаю вопрос экономистам. Скажите мне, пожалуйста, вот компания А, господина Ротенберга, неважно кого, получила госзаказ. Вы говорите, что это вот там кооператив «Озеро», власть раздает своим ближайшим друзьям. Хорошо. Объясните мне на цифрах, пожалуйста, моей непонятной лысой голове растолкуйте. Насколько дороже выполняет он заказ? Во что это обходится в стране? Может быть, он, наоборот, лучше всех на свете выполняет этот госзаказ, и страна от этого ничего не теряет. Как вы говорите, никого не обворовывают в данном случае. Уважаемый коллега, у меня тоже есть лысина, значит... Но у вас, во-первых, она не столь велика, а во-вторых, она у вас академическая, а у меня скорее такая скинхедовская. Ну, хорошо. На эту тему мы спорить, я думаю, не будем, а в эфире, во всяком случае, я не могу вам сказать, какие суммы, какой конкретно олигарх передал в качестве взятки какому чиновнику и так далее. Да я не прошу вас говорить о взятках, может быть, тут вообще не о взятках идет речь. Может быть, идет речь о том, что, извините, вот вы президент, допустим, условный, я ваш друг, вы мне говорите, Игорь, во, есть хорошая работа, я говорю, спасибо. И я выполняю ее не дороже, а может быть, дешевле и лучше, чем выполняют конкуренты. Я именно про это хотел сказать, когда вы меня чуть-чуть перебили, новый ведущий, вы имеете на это право. Все, молчу. Значит, понимаете, если бы выполнялись действительно наилучшие проекты из возможных, то в государстве, где первые лица заявляют о том, что главный курс это инновации, развитие высоких технологий, образования и так далее, мы занимали бы первые места в мире по инновациям, технологиям и образованию. Мы занимаем, ну, в лучшем случае, во второй половине, 50-е, 60-е, а то еще ниже. Это раз. Два. У нас бы не было такой высокой социальной дифференциации, мы занимали бы первые места по индексу человеческого развития, а не по количеству олигархов и не по величине концентрации богатства в руках 1% населения, где мы там делим первые три места, то с одной, то с другой страной на протяжении последних лет. Это косвенные свидетельства, но свидетельства точные. Они показывают, чем выше уровень социальной дифференциации, ниже уровень развития технологий, меньше темпы прогресса, качественного прогресса, тем больше внутренняя рента, которую поглощают те, кто превращается в сверхолигархов. Ничто ниоткуда не берется. И в этой связи я бы перекинул мостик все-таки к той теме, которую вы анонсировали, к Московскому экономическому форуму, поскольку там очень много говорилось и серьезными экспертами необходимости иного курса и для России, и в международном контексте. Ну, пожалуй, я чуть просто продолжаю эту тему. Упомянул бы доклад Оксаны Дмитриевой, первого заместителя представителя комитета по бюджету, если я не ошибаюсь, Госдумы, кстати, профессора, по поводу финансового пылесоса. Там она очень красиво, точно на картинках нарисовала, как происходит вымывание ресурсов из госбюджета. Я могу упомянуть доклады, которые звучали с критикой того, что происходит в аграрной сфере, причем от очень разных людей, от руководителя сельского предприятия до президента ассоциации «Росагромаж» Константина Бабкина. Я могу сказать о том, как выступал Якунин, глава российских железных дорог, который говорил, что экономика должна работать на человека, а не на обогащение группы ограниченных лиц. Такое вот парадоксальное выступление, да? Ну, из уст Якунина более чем парадоксальное, я бы сказал. Есть и целый ряд других интересных выступлений, причем это мировой контекст. Я могу сослаться от звезда Эммануила Варенстайн, который говорил, что миру в целом нужен левый поворот. Я бы решил, что это старый левак, он действительно не молод, но, понимаете, я могу процитировать и Пола Кругмана, который пишет каждую неделю колонки в New York Times, и который фиксирует. В мире идет, нотабены, это цитата, классовая война одного процента финансовых спекулянтов и остального населения. Прямо в духе оккупирования Уилл-стрит, если бы это не New York Times и не Нобелевский лауреат, я бы решил, что это троцкие скиллориаты, понимаете? Ну, потому что сейчас даже Нобелевские лауреаты вполне понимают, что левацкие лозунги, за которые мы с вами, кстати, так боролись, они оказываются сейчас востребованными, потому что, если перечитать книжку Терри Иглтона, если мне не изменяет память, почему Маркс был прав, мозги достаточно хорошо прочищаются. Это правда, и я на самом деле этому рад. И совсем не марксисты, ну, скажем, недавний канцлер Австрии, выступавший Гузенбауэр у нас на форуме. Тоже та же самая идея, необходимо обновление социал-демократического проекта и необходимое решение проблем развития. После выпуска новостей, если не возражаете. Конечно. Ну что ж, продолжаем. Это Игорь Виттель, продукт с Игорем Виттлем. 65-10-99-6, ход города, 495 на телефон. Или на странице нашей программы финнам.фм. Пишите нам. А в студии у меня Александр Бузгальн, профессор Мгумене Ломоносу, главный редактор журнала «Альтернатива». Александр Владимирович, продолжим. А вопрос, что будет, ежели этот левый поворот? Или называйте его как угодно, но, скажем так, осмысление властью и соответствующие экономические реформы не произойдут сейчас. Ждет ли нас тотальное обнищание, расслоение дальнейшее и так далее? Что будет с каждым из нас? Это очень серьезный вопрос, и я зарезервирую с собой право потом поговорить о том, в чем суть этого поворота, потому что он звучал по-новому. Это не повторение лозунгов социал-демократов 60-70-х годов. Более того, я скажу, что на форуме с «Альтернативами» выступал очень широкий круг людей, от Сергея Глазева до молодых ученых. Но сначала все-таки о том, о чем вы только что спросили всех нас, именно всех нас. Мне кажется, что это вряд ли будет чудовищный обвал. Скорее, это та серая пыльная атмосфера, которая загнала в тупик Советский Союз в конце 70-х, начале 80-х годов. Атмосфера, в которой все понимали, что что-то не так, что все плохо, хотя, в принципе, жизнь продолжалась на более-менее нормальном уровне. Разница, правда, есть, и есть большая разница. Если тогда мы приходили в ужас от того, что наши вожди едят нормальную колбасу, тогда, когда мы встаем в очереди за этой колбасой, да, и еще чего-нибудь в таком же духе, и самое страшное, что могло быть, это пенсия в 70 рублей, на которую тогда можно было нормально жить, то сейчас ситуация, конечно, существенно другая. Сегодня одни приходят в ужас от того, что 20 или 10 процентов их миллиардных состояний съедят на Кипре, а другие по-прежнему не могут буквально физически свести концы с концами. Просто маленькое впечатление. Москва, где пенсионеры вроде бы живут хорошо. Я еду сейчас на метро, я на метро езжу. И, знаете, вот на станциях метро есть такие будочки, где люди что-то едят, там, хот-дог, еще что-то. И очень нормально одетый человек в возрасте моего отца копается в урне, пытаясь найти немножко еды. Я это каждый день вижу. Я просто специально привожу этот пример. Понимаете, он не ищет шмотку, чтобы продать, да, он не ищет там цветной металл, он ищет огрызок хот-дога, чтобы поесть. А, простите, пожалуйста, простите за мой цинизм, да. Я сейчас нисколько, во-первых, не ставлю под сомнение. У нас в студии появился, кстати, Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской Академии Наук и председатель программного комитета Московского экономического форума, который мы сейчас обсуждаем. И если Руслан Семенович с присущей академиком сообразительностью догадается надеть наушники, он сможет присоединиться к нашей беседе. Здравствуйте, Руслан Семенович. Так вот, у меня вопрос господину Бузгалину. А откуда вы знаете, что он там ищет, что он ищет поесть? И есть ли точная оценка у нас людей, которые вынуждены копаться в мусорных баках, чтобы поесть? Я к чему приведу, да? Я, например, действительно наблюдаю эту картину каждый раз около своего дома. У нас там такая большая помойка, и вот там действительно копаются люди. Только в 90% случаев я обнаружил, что это вовсе не бомжи. Это люди, которые ищут, например, радиодетали, какие-то еще вещи. Вы знаете, я вас сразу перебью, я специально сказал. Буфет на переходе от одной станции метро к другой. Там в мусорном ящике ничего, кроме еды. Ну, может быть, это просто сумасшедший. Я просто хочу, чтобы мы переходили к оценкам. Сколько у нас в стране людей не способны позволить себе... Понимаете, поскольку я не лекцию читаю, все-таки я выступаю перед широкой аудиторией, позволил себе образ. Теперь о некоторой статистике. 15% людей живет за чертой бедности. Заработная плата сельского учителя от 5 до 8 тысяч рублей в месяц. Это при том, что там обычно бывает нормальная семья у этого учителя. И таких цифр очень много. Людей, которые сегодня не доживают, потому что у них нет возможности купить сколько-нибудь нормальные лекарства и так далее. Опять-таки, я думаю, порядка 20-25 миллионов в нашей стране. И это страна, которая является богатой на самом деле. Страна, у которой есть очень высокие доходы. И возможность... И очень большие возможности прокормить. Поэтому этот поворот необходим. Понимаете, дальше стагнировать еще можно, если особенно удастся по-прежнему продавать все, что есть в нашей стране. Только одна маленькая деталь, которая звучала на форуме. Если считать валовый продукт, с учетом того, что мы проедаем, выбытие природных ресурсов и загрязнение среды, все 2000-е годы в России был спад. Причем спад сильный. Мы к этой теме обязательно сейчас вернемся, потому что мы ее до конца не обсудили. Напомню, что в студии появился Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН. И, Руслан Васильевич, я вижу у вас в руках то ли журнал, то ли книгу «Мир перемен». И перемен это то, что вы знаете, сейчас даже в караоке, куда в Москве не зайдешь, почему-то песня Цоя стала вновь актуальной. Это достаточно забавно видеть, как на кокаиненные бизнесмены горланят перемен, мы ждем перемен. Хорошего вам мнения о бизнесменах. Я способен, вы знаете, у меня опытный взгляд, я способен определить пьяного человека, человека под воздействием наркотических веществ. Они именно такие. И вот они радостно горланят перемен, мы ждем перемен. Так вопрос к вам, Руслан Семенович, каких же мы перемен ждем? Ну вот я ехал к вам сюда и слышал ваш диалог. В общем, он произвел на меня большое впечатление, что действительно что-то надо делать, как всегда у нас. То есть вы только когда включаете радио и настраиваетесь на финал и фон, понимаете, что нужно... Причем, заметьте, профессор Бузгалин оказался здесь на метро быстрее, чем вы на своем лиму-силе. Да, я очень жалею о том, что я когда спешу, я всегда на метро еду, а здесь что-то как-то не получилось. Но мы ждем перемен. Это действительно весна началась ведь уже сегодня. Похоже, что есть общая такая фрустрация сознания, что ли. Знаете, как, я не знаю, как сказать более, я же все-таки член-корреспондент, мне надо ученость показать вначале. А попробуйте, не так много времени у нас осталось из-за вашего опоздания, поэтому вы ученость потом будете показывать. Давайте сразу к делу. Значит, мы ждем перемен в духе той политики, которая, может быть, начиналась в середине 80-х годов, но сегодня мы уже более умные и уже много прошли. И проблема заключается в том, что надо попытаться выйти из того положения, в котором мы находимся. Я имею в виду, что инерция вот этой сырьевого развития, инерция власти, которая занимается бизнесом практически, это самый лучший бизнес в стране, это быть во власти, она очень мощная. И, конечно же, это не тот случай, когда Горбачев упал с неба, и мы были наивны. Сейчас очень сложно представить себе, с какого края должны перемены начаться. Но вы можете как-то обознать, что должно произойти в стране? Я знаю, смотрите. Изменение политики монетаристской на такую, это изменение политики в энергоносителях на это. Вот по пунктам мне. По пунктам я хочу сказать, если уж так уж говорить, по пунктам, сразу мы должны начать с того, что должна измениться государственная экономическая политика. Что прежде всего? Прежде всего нужны мощные государственные инвестиции. Мощные. Эти государственные инвестиции должны делать те чиновники, которых мы не любим. Они вороваты, они коррумпированы и все такое прочее. Но все равно они должны. Другого нет выхода. Я хочу сказать, что есть два выхода. Все ждут перемен. Но ожидающие разбиты на два лагеря. Одни по-прежнему говорят о том, что надо идеальный инвестиционный климат создать, снизить инфляцию до 3%, и начнется бум. Кредитные, инвестиционные и так далее. Вот мы, те люди, которые подготовили вот этот и провели Московский экономический форум, мы исходим из того, что содержание государственной политики будет менять и само содержание людей, которые ее проводят. Потому что у них нет функций. Я имею в виду, прежде всего, государственно-частное партнерство, как банально это ни звучало. Но мы находимся на таком этапе жизни, что кроме государственных инвестиций никаких других быть не может. Потому что мы ожидаем постоянно какой-то золотой. Потому что в стране нет длинных и дешевых денег. Я бы не сказал. Это как раз вот эту мантру, которую повторяют наши оппоненты. Неправда. Вот послушай, нет, секундочку. В стране очень много денег. Очень много денег. Я имею в виду, их нет для долгосрочных проектов. И длинных есть. Проблема в том, что их некуда тратить. У нас очень мощное импортное засилие. Просто мощное. Если по-простому я скажу так. 20-25% людей у нас в стране живет по-человечески. Более-менее, конечно, они не по-человечески, но с точки зрения безопасности, экологии, вода. Ну, с точки зрения доходов. У них есть с точки зрения доходов, да. А остальные огурчики и помидорчики. Вот те 20-25% они очень неплохо устроились. Потому что импорт. А почему они говорите о них? Это мы. Вы тоже очень неплохо устроились. И мы, видимо, с профессором неплохо. Да. Пиджачок, я на вас гляжу, не Москва-Швейц. Пиджачок хороший. И пиджачок хороший. Но я вынужден на трех работах работать. И это катастрофа. Нет, ну правда. Руслан Семенович. Правда, правда. Знаете, есть такая шутка. Как говорила одна моя знакомая женщина-олигарх, не надо рассказывать своим ребятам. Она, правда, это более грубо говорила. Ну, не надо прибедняться. Вы говорите о нас. Я что? Мы в тех 25%, которые хорошо устроились. Нет, но если вы... Слушайте, на себе еще... Подождите, подождите. Если бы вы меня спросили, отношусь ли я к ним, тогда бы я вам сказал, что отношусь. Правильно, вы же говорите, они... Ну, они... А что, это не ругательство? Нет. Нет, почти не ругательство. Это не ругательство. Так вот, я хочу сказать, что проблема зашла далеко. И самое страшное, что я вам скажу, ну, нет никакого простого решения. Ну, просто не существует. Нет, я прекрасно понимаю. Вот это не существует. Значит, в моем представлении, если есть еще шансы преодолеть вот эту инерцию за счет политической воли, пресловутой, а это значит инициировать величественные государственные проекты, типа там этого самого коридора развития между Южной Кореей и Португалией. Даже те же самые футболиады, универсиады. Я не знаю, что думает об этом Александр Владимирович, но я начинаю думать, что, может быть, оттуда ждать, или даже вот от этих 20 триллионов государственного заказа на вооружение, проблема заключается в одном. У нас нет альтернативы для того, чтобы создать более или менее такой приличный индустриальный ландшафт, который у нас практически примитивный, о чем мало говорилось, в отличие от Московского экономического форума. То есть, простой вопрос, и все слушатели должны понять, может ли атомная держава остаться без собственного машиностроения? Нет, но умудрилось. А некоторые говорят, некоторые говорят, может, для этого надо просто сдать наше атомное оружие. Но об этом мы буквально через минуту после выпуска. Ну что ж, мы вновь в студии, это Игорь Витальев, в гостях у меня Руслан Гриберг и Александр Бузгалин, напоминаю, телефон студии 6510996, город 495. Руслан Семенович, перепасую вопрос, даже не вопрос, а попробую переформулировать вот так попроще для Александра Владимировича. Не потому, что ему как бы надо проще формулировать, а я хочу получить... Он сложный, понимаете. Я не про это, а я про политическую волю. Знаете, было такое неприличное выражение, что если хочет, но не может, это импотент, а если может, но не хочет, то сволочь. Так вот, политическая воля, это когда и хочет, и в принципе может, да, но при этом не очень понятно, куда и зачем. Это, знаете, вечное такое томление русского интеллигента. Нету у власти понимания, да и у нас с вами нету, куда двинуть экономику. Потому что пока власть живет, что ну что, цена на нефть высокая, мы типа что-то там за кромородиной откладываем Славу Кудрину в эти фонды, все продолжается, а что там будет завтра, а вот на серьезное надо тратить денег, и этих денег нету, а зачем же их тратить, а вдруг завтра цена на нефть обрушится. Нету понимания, куда. Александр Владимирович, куда и как? Объясните власти. Во-первых, я думаю, что проблема не в том, что власть не понимает. Власть разная. На форуме был, скажем, Сергей Юрьевич Глазев, который является советником президента. На форуме были представители больших государственных структур. Вы меня просите, я на секундочку перебью. Андрей Николаевич Клеп, почему? Если бы власть понимала, то Сергей Юрьевич был бы не просто советником, он был бы сейчас главой Центробанка, чем нас пугали. И это была бы другая монетаристская политика. А так власть слушает. Я на самом деле начал с того, что дело не в том, что власть не понимает. Власть разная, но доминирует сейчас во власти тот интерес, который привел к той ситуации и сохраняет ту ситуацию, в которой мы находимся, которую мы только что обсудили. Это не непонимание, это выгодность такой ситуации для тех, кто у власти, в широком смысле слова. Я не говорю конкретно о президенте. Я думаю, что реальная власть в нашей стране главным образом принадлежит к вот этой финансовой, олигархической или государственной олигархической номенклатуре. Одно другого не отменяет. Руслан Семенович, правда же не отменяет? Я хотел бы здесь... А им выгодно? А можно поправить микрофон, а то вы как-то мимо... Нет, нет, сам микрофон, не наушники, ближе. Микрофон карту, вот с академиками тяжело, то все-таки микрофон найти не нужно. Значит, я хотел бы чуть-чуть поспорить с Александром Владимировичем в том плане, что... Но я же левый, а власть в центре. Дело не в том, что левый, правый. Мы здесь договорились, что мы здесь все со здравым смыслом, вроде бы. Но, понимаете, проблемы очень тяжелые. И я думаю, что, с одной стороны, мы с вами можем говорить безответственность, что хочешь здесь. И, слава богу, прямой эфир, нет цензуры. Но, если бы мы были, скажем, на месте Путина, или, я не знаю, Медведева... Не дай бог. Мы бы тоже тысячу раз подумали бы вообще начинать что-либо серьезное. Правильно, потому что нет... Потому что, смотрите, я хочу одну мысль сказать, очень важную. Вот, дело в том, что сейчас положение совсем уже усугубляется тем, что есть очень большой разрыв между имеющимися ресурсами и резко ухудшившимся человеческим потенциалом в стране. Вот эта мантра ельцинская насчет того, что давай спасайся, кто может, берите, кто сколько может проглотить. Мы все занимаемся зарабатыванием денег. А профессиональные деятельности, содержание работы от морга, то есть от яслей до морга, у нас все зарабатывают деньги. Я здесь хотел вклиниться в ваш спор по поводу... Вернее, спора не было по поводу коррупции. Я думаю, что у нас коррупции нет. Народная коррупция у нас, между прочим, стабилизирует общество и спасает его от революции и от беспорядков. Народная коррупция. Я имею в виду учителя, которые получают по 10 тысяч и как-то им надо выживать. Гаишники бедные опять-таки. А то бы они голодные бунты устроили. Конечно. А 10 процентов это всегда будет хотеть. Но я просто хочу сказать, что вот эта установка на деньги, она привела к тому, что если даже уже и есть, как это ни парадоксально, денежные средства, непонятно, кому их выдавать. Потому что все хотят денег, все всегда обещают все хорошо сделать. Я это по себе замечаю. Когда мне нужно что-то решить, какую-то задачу, все вначале говорят о том, что я, 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 я могу то, я могу сё, я могу это. В конце выясняется, что мало кто может. Это на моём уровне, а у Путина, можете себе представить, что... Не надо людям денег давать, надо в инфраструктуру. Подождите, Пусть, не. А инфраструктуру же надо как-то с помощью людей их надо строить. И мы опять возвращаемся к казусу Ротенберга, который мы обсуждали. Да, кстати, тот же Ротенберг, он может, ну, видите... Я просто хочу сказать, что вот модель жизни как складывается. Правильно, я знаю вуз Галина, более-менее, который умеет писать хорошо, умеет анализировать, знает... Редактировать прекрасно умеет. Прекрасно всё делает. И я ему даю то, я ему даю это, я ему всё даю. Всё. Но там ещё есть сто человек, которые уже не в состоянии этим заниматься. И не только старые. То есть я что хочу сказать? Не надо рыбу-то давать вуз Галину, удочку ему дайте. Да какую удочку? Там уже нет рыбы. Там поглушили её уже всё давно. В реке нет ничего. Тогда мальков дайте. Хочет человек разводить рыбу, если он знает, как разводить рыбу. Создайте ему... То есть Ват Бузгалин знает, как разводить рыбу. Одну секундочку сейчас... Я подождал. Игорь, дорогой, я просто одну только вещь скажу. Что вот, ну, не... Наш любимый Ленин, Александр Владимирович, для него, может, более... Наш любимый Ленин. Он говорил, что вот как-то... Вы свои буржуазные руки к нашему Ленину не тянете. Это мы леваки, Александр Владимирович. Согласен, да. Я правый такой немножко. Тогда встал вопрос. За какое звено уцепиться, чтобы вытащить всю цепь? Вот сейчас стоит какой вопрос. И вот это самое главное. Я, например, знаю, образование. Образование профессиональное, высшее, младше. А другой мне скажет, да что ты со своим образованием? У нас люди наполовину нездоровые. Надо в здравоохранение. Это очень серьезная проблема, перед которой мы стоим. По крайней мере, я твердо знаю, и нас, Московский экономический форум, на первое место. Человеческий потенциал. Чтобы он был здоров, образован и получал деньги спокойно за любую работу. Даже неприбыльную. Вот это очень важно. Потому что у нас, они же хотят, наши власти хотят все коммерциализировать. И здравоохранение, и культуру, и образование. Ну, мама дорогая. Ну, тогда будет лечиться 5% людей нормально. А если не коммерциализировать, то может возникнуть ситуация. Я опять-таки согласен, что нельзя коммерциализировать. Оксан Владимирович, я просто думаю, что может возникнуть ситуация, и денег не хватит. А мы страшно боимся залезть в долги. Лучше бы мы залезли в долги, и мы швыряли сейчас весь мир, чем весь мир швыряет. Вот здесь ты прав в порядке исключений. В порядке исключений. Отлично. Я позволю себе включиться в разговор, продолжая мысль Руслана Семеновича. Дело в том, что на самом деле, когда я сказал, что невыгодно изменять экономическую систему очень многим из тех, у кого есть экономическая и политическая власть, я выскал свою левую позицию. Это невыгодно и не знают. Это не отменяет одно другого. Нет, знают. Знают хотя бы потому, что звучит давно альтернатива. Причем звучит и теоретически давно, и она известна, и практически. Причем, если раньше говорили, что только в Швеции можно делать шведский, то ли капитализм, то ли социализм, а в России не получится, потому что у нас шведов нет, то теперь оказалось, что и в Бразилии его можно делать. Хотя, поверьте, шведов в Бразилии еще меньше, чем в России. И у нас нет бразильцев. Футбольные клубы только нет. Но вот футбол я пока оставлю в стороне, поскольку я здесь не специалист. Поэтому на самом деле программа есть. Эта программа относительно проста. Начнем с того, какие приоритеты. Их несколько Руслан Семенович назвал. Образование, здравоохранение, культура, реальный сектор, восстановление высокотехнологичной промышленности. А можно в каком порядке? Расскажите мне просто. Сейчас это большой спор. В том числе на московском форуме шел большой спор. Но, на мой взгляд, для современной экономики главный ресурс развития, я уже не говорю о ценности, ресурс развития – это человек, его способность к качественной творческой деятельности. Здесь я стою твердо. Если говорить о том, как, а потом откуда взять ресурсы. Как известно, долгосрочная программа и так называемая индустриальная политика, когда селективно регулируют налоги, инвестиции и кредиты. Делаешь для образования высоких технологий медицины в любом регионе, в любой сфере. У тебя низкий налог или его нет, тебе идут государственные инвестиции, государство помогает наладить бизнес, защищает так называемые институциональные гарантии. У тебя дешевые, стабильные, долгосрочные кредиты. Если хочешь вырубать лес, разливать Кока-Колу, а тем паче производить еще какую-нибудь гадость, у тебя очень высокие налоги, тебе никто не помогает, и государство никак в этом не участвует. Разумно. Полностью, двумя руками. Это очень простой метод, известный уже почти 100 лет. Раз. Значит, два. Второй механизм, который принципиально важен, о котором говорится очень мало. Это так называемые права собственности, если на научном языке, или попросту, кто хозяин. У нас бизнес непрозрачен, социально неответственен в большинстве случаев, и работник абсолютно бесправен. У нас работник находится в положении таком же, как в 19 веке, на самом деле. Здесь появляется сильный профсоюз, чтобы про это не говорили, прозрачность бизнеса, вот корпорация Nokia, транснациональная, все пользуются ее плодами, ну, или треть, наверное, россиян, да? У них на сайте висит информация, каков доход топ-менеджера этой корпорации. Доход, не просто официальная зарплата, весь доход на сайте. И он примерно в 10 раз больше, чем у финского рабочего. Это не наш путь. Не наш путь. Почему? Мы так не любим. Мы... Это там... Там вообще нельзя ходить в шубах за 10 тысяч долларов. Там только в этих плюшевых надо ходить. Ну и чего? А мы, как итальянцы, мы любим это. Мы должны перебеситься. Ну, я вот здесь с Русланом Семеновичем всегда спорю. Ну, должны же быть у нас какие-нибудь разногласия. А, кстати, вот как итальянцы в Италии вот... Там даже зимой ходят в шубах девушки. Мне интересно, дай бог с ними, с девушкой, Руслан Семенович, что вы все в своем. Меня даже не шубы и не девушки сейчас интересуют. Меня интересует, как бы вы охарактеризовали экономический строй в Италии. Вы знаете, я, к сожалению, не специалист по Италии. Но Италия – это страна, которая находится посередине, так, если говорить, с точки зрения левой и правой, посередине между Швецией и Соединенными Штатами. Да, пожалуй. Я мог бы сказать, что это нормальная социал-демократическая модель жизни. С чудовищно высокой коррупцией, но при этом да. А я вам скажу так. Коррупция – это да. Ну, дело в том, что здесь надо мириться с реальностью и мириться с человеческими пороками. Проблема в количественных. Если вы государственных заказах там 10% откатываете, то нормально, церковная десятина, нормально функционирует механизм. Когда доходит до 50, до 60, все очень плохо. Турьма. А можно мы зададим вопрос тот же самый, который я вам задавал? Просто давайте вместе его зададим, Руслан Семенович. Объясните мне. Вот журнал Forbes, Ротенберг, у нас там первое место по госзаказу. Хорошо это или плохо? Сколько страна теряет? Сколько мы с вами теряем на этом? Какая там десятина или 50%? Или наоборот, мы ему в ноги должны кланяться, что человек держит сложную, высокотехнологичную работу, ну и бог с ним, что он друг Путин. Мне ничего кланяться не надо. Нужно заботиться о честных тендерах. У нас, к сожалению, в борьбе с коррупцией отменили простое распределение, но коррупция еще хуже стала. И у нас честные тендеры очень редки. Но я могу себе представить, что я знаю, например, что условно говоря, Ротенберг или Бузгалин, я знаю, что они построили... Хорошо, у вас так через запятую. Я бы возгордел. Я скорее обижен, Руслан Семенович. Вы же богаче. Нет, на самом деле я гораздо богаче Ротенберга, поскольку я живу в гораздо более красивом мире, чем он. Интеллектуально. Нет, я что-то хочу сказать, что я даю деньги. Я знаю, что Бузгалин жадный человек. Он... Слушайте, сколько можно. К примеру, он хочет денег, но я знаю одно, он десятки тысяч километров дорог уже сделал. Ну? И я иду даже на то, чтобы... Эти дороги обходились в 10 раз дороже. Чтобы специальные соглашения, скажем так, заключить с Бузгалином. Но я буду стараться ему именно дать этот подряд, потому что я уверен, что он сделает работу хорошо. Вы знаете, Руслан Семенович, я одну в клинике, раз уж вы меня упомянули. На самом деле здесь есть нюанс, но если эти дороги сделаны по себестоимости не выше, чем в аналогичных условиях в Европе, причем в аналогичных природных условиях в Европе, раз, если они прослужили действительно 10 лет, два, и если независимый эксперт сказал, что они прослужат еще 10 лет, три, в этом случае можно подумать и о приверенции. А когда все наоборот... Так вот почему мне никто не может ответить? Те дороги, которые стоят условный Ротенберг, они действительно соответствуют по своей стоимости, по качеству и так далее, аналогам. А если не соответствуют, насколько они дороже? Все кричат о коррупции, никто мне не может сказать сколько. Нет, 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 есть дороже. Два. И вот мы возвращаемся в студию, это Игорь Витлев, в гостях у меня Руслан Гринберг и Александр Бузгалин, и я по-прежнему не получаю ответы на свои вопросы. Никто не знает, во что нам обходится условный Ротенберг, не знаем, кому давать деньги, а единственное только что, слава богу, мы знаем, где их брать. Может вы, Александр Владимирович, расскажите, куда мы их все-таки и кому должны давать, раз Руслан Семенович сомневается. Вы знаете, я расскажу, я начну с того, что на московском экономическом форуме, о котором мы начали сегодня беседовать на эфире, в эфире, были предложены очень конкретные альтернативы. Вот, хотелось услышать, да. Они, на самом деле, на сайте форума находятся, на сайте нашего альтернатив, на журнале «Мир перемен». Сайт форума, кстати, назовите, чтобы я сразу протранслировал. Meforum.ru. Meforum.ru. Да, в английский вариант. Значит, эти альтернативы достаточно просты, хотя и различаются. Вот ваш покорный слуга, выступая с первым докладом на первом пленарном заседании, вот я очень горд, Руслан Семенович мне подарил эту возможность, предложил три «С» и одну «Р» в конце. «ССР» — своего рода, так сказать, лозунги экономики. Первое «С» — свобода. Экономика должна обеспечивать свободу творческой деятельности и предпринимательства, но, на мой взгляд, в рамках государственных программ. Есть коридор, в рамках этого коридора ты можешь проявлять свою инициативу. А так шаг влево, шаг вправо, конвой считает запомнение? Нет, конвой ничего не считает, но налог становится очень высоким. А если ты, скажем, действуешь на развитие образования или высоких технологий, у тебя замечательные идеальные условия. По поводу денег, кстати, у нас доля расходов в бюджете на образование в два раза ниже, чем в тех странах, которые реализуют социальные приоритеты. Доля, я не говорю величина, доля. Доля расходов на медицину. Один из конкретных призывов у нас там был, хотя бы обеспечить вот европейский уровень удельного веса расходов на здравоохранение, культуру, образование наук. Абсолютно. Это уже было. Вот у меня есть наводящий вопрос. Ну вот условное Сколково, не к ночи будет помянуто. Это же высокотехнологичное. Вы, извините, я вот про Сколково сейчас не буду, мы вернемся. Нет, нет, это второе. Высокотехнологичное. Неважно, Сколково, не Сколково, Фиголково, вообще неважно. В риторике, да, только в риторике. Значит, в риторике. Технологичное, высокотехнологичное. Значит, допустим, мы им снижаем налог. Вот не далее, как вчера, представители пенсионных реформ, у меня тут находились в студии, сказали, этим самым вы крадете из нашего и так дефицитного пенсионного фонда. Начинаешь одно звено той самой цепи вытаскивать, другое вязнет. Нет, не так. Есть бюджет, у него есть структура. В этом бюджете должна быть зафиксированная доля расходов на образование, медицину, науку, развитие экономики, программы. И должна быть доля зафиксированная на расходы на полицию, на содержание госаппарата и все такое прочее. У нас доля на содержание госаппарата намного выше, доля расходов на образование, науку и все остальное намного ниже. Надо не из пенсионного фонда вынимать, а из содержания чиновничества. Это фиксируется, это цифры, которые очень легко отследить. Кстати, когда нам говорят, что мы бедная страна и не можем себе позволить, так это большая, как это сказать... Это неправда большая. Неправда, потому что мы же говорим об удельных весах. Совершенно верно. Вот в чем все. Второй вопрос, на самом деле, тоже, откуда взять ресурсы. Доля перераспределения государственного валового продукта в Скандинавии, сейчас в латиноамериканских странах, которые идут по этому пути, примерно 50%. У нас треть. Государство может делать больше, перераспределяя в пользу этих отраслей. Далее. Вопрос, какое государство, чуть дальше. Второе С, это справедливость. Это принципиально важно и это принципиально хорошо. Знакомые меры, связанные с прогрессивным подоходным налогом, налогом на роскошь и освобождением от налогов того, что принято называть реальным средним классом. Учителя, врача, квалифицированного рабочего. Владимир Владимирович, у меня там вторая С, другое. У меня, чтобы спокойствие было. Сначала ты должен быть сыт. Но я в данном случае пробуждаю, а вы потом перебьёте. Хорошо. Третье С, на мой взгляд, это солидарность, потому что во многих сферах нам нужна не только конкуренция. Ну и, наконец, четвёртое, это Р, это развитие. Это приоритет именно развитию, когда мы измеряем результаты по человеческим качествам, а не по валовому продукту, который можно наращивать за счёт спекуляции, бог весть чего. Вот это очень простые лозунги, которые хорошо известны, практически реализуемы в разных странах со своей спецификой. Деньги на это, как я уже сказал, есть в государственном бюджете и тем более при некотором перераспределении. А Игорь хочет узнать, сколько вешать граммов. Секунду. Часто говорят, никогда богатый не заплатит прогрессивный подоходный налог в России. В России он и обычный налог не хочет платить. А когда он сбегает в Европу, он там платит 40% и ещё просит, будьте добры, разрешите мне, пожалуйста, быть гражданином вашей страны и платить в Скандинавии 55%, в Англии 45% или ещё где-то 40%. В первых мы видим обратное движение. Ну, это один Депардье, извините. Во-первых, не один Депардье, у нас уже вон из Америки потянулись профессиональные бойцы. Нет, такое... Не надо, да-да-да, уже два. Хорошо. Саша Грей, кстати, собирается. Что такое, когда одна... Это главная порнозвезда между... Она, правда, сейчас в отставку. Ну, бог с ними, с этими звёздами, извините. Почему же бог с ними? Ну, потому что из России... Саша Грей, я протестую. Хорошо, ладно. Слово бог с ними, пропорно звезду, это я протестую. Да, ладно. Я не в курсе таких деталей, извините. Значит, да, из России можно сделать новую офшорную зону, и это будет позор на всё человечество, на самом деле. Последний, наверное, нюанс. Может ли нынешнее государство реализовывать этот поворот? И да, и нет. Оно должно начать, и как только оно начнёт, ему начнут чуть больше верить, с него начнут больше спрашивать, его начнут менять, в том числе и снизу. Но государство надо менять, и довольно сильно менять, надо менять правила игры. Вот свобода, в том числе, это не только каждый делай что хочешь. Это свобода, да, ответственность и свобода создавать новые правила игры. Кстати, на форуме, кстати, на форуме шла речь о том, это один из последних пунктов нашей программы там, «А как всё-таки это реализовать?» И кто, да, совершенно верно. И здесь очень такой деликатный вопрос шёл, какими путями. Я лично считаю, что нет никакой альтернативы демократическим выборам. Мы, граждане, вот вы гражданин или подданный, вот мы должны стать гражданами, изучать программы, выбирать, другой нет альтернативы. И надо людям объяснять, что на самом деле, если ты хочешь изменить экономику, ты должен заниматься политикой. Так или иначе, узнавать, кто за кого будет голосовать. Потому что в противном случае у тебя только один выбор. Как-то через повара Путина передать ему наш план замечательный. Руслан Семенович, ну вы знаете, вы как все обеспеченные люди живете в каком-то иллюзорном мире. А надо в каком жить? Ну просто демократические выборы в текущих условиях не изменят абсолютно ничего. Почему это? От людей зависит, Игорь, дорогой. От людей. Люди везде, всегда, во всем мире и особенно в развитом мире голосуют исключительно за политиков-популистов. Это неправда. Абсолютная правда. Иногда волею судеб, понимаете, появляются такие, как Чауэллс. А иногда появляются такие, как не будем называть фамилии. И в данном случае, если вы сейчас в России проведете абсолютно честные выборы, то я вас уверяю, ситуация расклада в парламенте не изменится, ну точнее изменится на йоту. И на курс экономики страны это не повлияет никак. К сожалению. Ну... Тогда вообще нечего разговаривать. Нет, на самом деле я позволю себе чуть-чуть вклиниться. С одной стороны, Руслан Семенович прав, поскольку это Руслан Семенович Гринберг. И он не может быть не прав по определениям. Ну и потому, что это действительно стратегический путь, демократическая система. Учение Гринберга всесильно, потому что оно верно. Вы правы, да. Вы правы, да. Вы правы, да. Нет, это на самом деле... Да. Руслан Семенович, извините за такую шутку. Если говорить серьез... Я-то думал серьезно. Я серьезно. Ну хорошо. Значит, я хотел бы сказать две вещи. Первое. На мой взгляд, очень важно влиять на общественное мнение. Можно по-разному относиться к Октябрьской революции, и к тому, что произошло в августе 91-го года. Но если бы не было огромной предварительной интеллектуальной волны, которая показала к 17-му году, что та система никуда не годится, к 91-му году, что эта система вошла в кризис советской системы, переворота бы не было. Я думаю, что может быть и эволюционные изменения для того, чтобы не допустить вот такого взрыва. Потому что я начал с того, что у нас застойно серая ситуация. Она чревата взрывом. На самом деле, накануне 17-го года, я думаю, в каком-нибудь 15-м году, или особенно во время Брусиловского прорыва. Если бы мы замерили общественное мнение, россияне сказали бы, что ничего лучше Николая Второго на свете нет и быть не может и не будет никогда. Но, извините, в феврале 17-го они сказали все совсем наоборот, а в октябре 17-го еще по-другому. Поэтому не надо думать, что никогда ничего не изменится. Я думаю, что в Румынии это и накануне расстрела ЧУ в Шаску были вполне всем доволены. Ну, как-то взяли? Не-не-не. Ну, давайте я не буду уходить в Румынию. Поэтому наша задача, на самом деле, показать, что, во-первых, есть альтернатива. Во-вторых, ее можем сделать мы. Мы это учитель, врач, квалифицированный рабочий, нормальный фермер. Там, кстати, очень интересно были представлены аграрии на нашем форуме. У нас очень широкий был спектр, честно. Вот от работяг до академиков и международных. И в этом смысле, если мы будем говорить о гражданском обществе всерьез, а не как насмешки, не как наборе бюргеров, а как люди, которые способны думать и что-то делать, постепенно это изменится. Есть такой принцип аристократический, но, по-моему, и любого честного человека. Делаешь, что должно, и будет, что будет. Это вообще-то лозунг кадетов. Нет, это лозунг, на самом деле, идущий от рыцарей круглого стола 11-12 века. Я его переначал, делаешь, что должен, и будешь должен. Одна минута осталась? Ну, примерно, чуть меньше, и больше. Игорь ведь, смотрите, он как скептик сказал, что вот любые демократические выборы даже самые... В настоящее время. В настоящее время. Хорошо, но времена, как с ними быть-то? Мы же ведь должны, если мы хотим поменять политику, мы должны поменять политиков. Чтобы поменять политиков, нам надо голосовать за них. Послушайте, Руслан Семенович, один самый простой вопрос. У нас когда были самые честные выборы за последние 25 лет? Ну, я думаю, у нас были честные выборы в 89-м году. В 89-м. Самые честные. И выборы Ельцина. Сейчас трудно найти, но 90% честные его выборы. Самые честные. Когда? Ну, не в 96-м же. Нет, не в 96-м. Значит, 89-м хорошо. Эти выборы и привели к власти тех либералов, которые окончательно разрушили российскую экономику. Дали народу честно проголосовать. Вот ты же это самое. А Сингапуре, в котором никакими честными выборами не пахло, или к Ванью был тот еще дядюшка. И есть, слава богу. Значит, я просто считаю, я категорически против такого взгляда, потому что просвещенный диктатор быстро избавляется, как правило, от прилагательного просвещения. Я не за просвещенного диктатора и не против демократических выборов. Я просто, глядя на историю последних 25 лет, знаете, один мой товарищ очень хорошо переначал Маяковскую. Я просто помню то, что будет, не забывая то, что есть. Это про город, который... А я хочу переначить Черчилля. Давайте мы не будем забывать о том, что история не ограничивается 25-ю годами. Не ограничивается. И когда-то были буржуансо-демократические революции, и приходили левые правительства к власти демократическим путем, и Чавес побеждал демократические... Ну, не совсем, но... И Альенда побеждал демократические... И чем это все закончилось? Вы извините, пока все заканчивается тем, что в Бразилии, в Чили, в Венесуэле и так далее... Венесуэле сильно продвинулось. Идут достаточно социально ориентированные модели развития тем, что во Франции победили социалисты, тем, что в Скандинавии продолжается эта замечательная история и так далее. Время подошло к концу. Единственное, что я хочу сказать, к тому выводу, с которым мы все согласны, перемены необходимы, альтернативы есть, на сайте Московского экономического форума читайте. Прощаюсь с вами. До завтра. Целую вас, дорогие мои.